друзья всем привет нахожусь сегодня снова на реке сегодня у нас снова задача поймать злую зубастую щуку взял сегодня под это дело два комплекта от джесс компани это big 100 н.р. и nyx dx а то в комментариях уже люди начали писать а где же у тебя nyx dx что-то так забросил его все в порядке друзья nyx dx со мной на борту сегодня будем на него ловить также также сегодня интересно будет попробовать 5 новых воблер ков мне прислал подписчик моей группы увлеченные спиннингом ватсапе он для себя их делает сам на них ловит не продает ничего просто вот сделал мне такой вот подарок сегодня будем смотреть на что они способны о них будет чуть позже подписывайтесь на канал друзья обязательно заваривайте чай и приятного просмотра погнали ловить зубастых рыб а вот и наш первый испытуемый не знаю как название не знаю ни веса не заглубление его но приглянулся он мне из коробки достал его первым тогда такую ящерицу какую-то похож кислотничек так медленно тонет роллинг есть закидывает брюшко на спину ловить должен однозначно судя по игре точно должен ловить а то что он сейчас медленно тонет это даже для меня плюс потому что вода уже холодная вторая половина октября кстати замерим попозже водичку прошлую рыбалку вода была 8 и 8 я замерял термометром поэтому рыбка уже прям скажем так неохотно неохотно реагировала приходилось давать паузы вот туда вдоль камышек кинем тройники не менял тройники олег мне на них простенькие такие поставил как бы вчера есть только вот почта забрал и маленько не до них было чтобы менять фурнитуру на них а так конечно если будут бомбить со временем поменяю поставлю хорошие тройники сюда но пока пока тишина посмотрим шинки раньше в этом затоне постоянно щука ловилась вот при плывешь из подхода две три но ту же настолько места запрессованные стали что даже вот поймать сейчас шнурка вот в таких местах очень становится проблематично я про большую щуку вообще сейчас не говорю в этих местах и вообще нет она там ниже где быстренькие коряги ну короче труднодоступны для людей места таких затонах сейчас у нас поймать хорошую рыбу где вот открыто чисто это практически нереально может каждый спиннингист сеточники все здесь а раньше и по затонам плевал неплохая рыбка сейчас уже нет такого у него сильно вертлявая игра у этого воблера возможно в холодную погоду сейчас когда вода уже хотел сказать возможно отпугивает есть первая рыбка такая съедобная а то я уже думал что сильно активная игра отпугивает ну вот олег смотри первый воблерок твой разловлен зубастый красавица играм на 700 такая щучка вот все отлично все в прямом эфире я же сказал потенциал есть у воблера ловить должен нажратая пузо забитое и все равно покусилась на воблеров это что значит это может значить только одно что он действительно ее провоцирует так с этого места на воблер больше никто не захотел реагировать давайте поставим вот такой вот чудовище это секира секира 3 дюйма или три с половиной я уж не помню в общем ракообразное существо такое которое в принципе любит и окунь и щука очень она так активно шевелит лапами в воде на проводке это может прям хорошо провоцировать хищника мелкий вылетел друзья вообще мелкий это кто тут такой маленький ну ловит ловит воблерок олег чё чё говорить конечно кто-то сейчас в комментарии напишет шнурки не показатель извините друзья то я тут и на рудру крупную то особо не ловил никогда два с половиной у меня тут на рудру были поклёвки вы не равняйте места где крупная щука в избытке с запрессованными маленькими речушками это два разных водоема это две большие разницы и когда формат касается вот таких малых рек средний размер рыбы как раз от 500 до полтора килограмма вот такой вот просто здесь своя их теология друзья здесь другая кормовая база здесь все по-другому это не волга не притоки волги все совсем иначе плюс спрятаться рыбе здесь особо негде проплывают сеточники подводные охотники фарят по ночам строгой и и бьют ну как бы вся щука которая более-менее крупная она здесь ну выбивается выбивается остаются какие-то единичные такие экземпляры крупной рыбы и попробуй-ка ее еще спровоцирую на поклевку а вот этих вот шнурят в принципе пока что слава богу хватает в избытке так сейчас другой наверно воблерок еще тоже поставим посмотреть еще на другие воблерки хотелось бы что этот ловит все сомнений уже нету буквально рыбачу полчаса может быть и хоть и не крупные щучки но две штуки главное у нас проверить ловит он или нет мы это проверили больно игра конечно супер вот такой вот воблерок давайте сейчас еще покажу вам что он мне прислал вот такие вот еще штуки вот этот сейчас мы поставим 120 размер под натурал очку давайте вот этого ставить красавчик а игра друзья шикарная прям вот на боку он замирает вот раз и на боку завис смотрите раз опять развернулся не знаю вам видно будет нет вот раз на боку завис раз развернулся да это прям это прям шедевр какой-то интересно по идее этот воблер прямо на пассивную рыбу должен настроен быть молодец олег классную игру сделал ну визуально мне очень нравить понравился сейчас вот я около лодки посмотрел как он на боку вот так вот замер и потом медленно вот так опять свое рабочее положение стал по идее это воблер для такой очень ну на мой взгляд для такой очень неспешной проводки блин тройники подвели была щука вот я говорю вот фурнитура простенькая стоит крючки крючки такие тупые не ну здесь нормально здесь просто они мелкие вот этот хорошая была щучка то друзья с первой проводки это воблер олежа сделал но надо же валят друзья на ракообразное создание кто-то клюнул тоже там что-то блин на хорошего окуня по сопротивлению похож грамм сколько 700 наверно тоже а кидал там воблер воблерок кидал нифига а вот на этот ракообразное создание вот реакция шнурка рак чудеса творит болен свалилась с этой же точке 2 шнурок пока камеру включал свалился ровный поводок ты смотри я вот это рак это рак болен 3 это будет нет 3 уже не будет а воблер там ни хрена ничего не показал я пока легкий какие жадные на него откусили клешню без одной клешни я думаю не так эффективно приманка ладно у меня вот еще имеется поэтому сейчас поставим такой вот матрос друзья на вот эту секиру как он ее болен проглотил то окунь то небольшой ладошку все ее кушают и окуньки и зубастые всем она нравится так очень интересно вот этот воблер который я говорил заваливается на бок и на боку может секунд пять прям пролежать вот почему-то с первого заброса на него была поклевка и потом все я вот думаю сейчас попробовать поставить японский воблер потому что места прям такие щучьи обкидывал очевидные где должно быть поклевка на воблер но вот посмотреть это или воблера выключились или просто на этот воблер щука реагировать пока не хочет в этот день сейчас поставлю вару ну в мотайгере и посмотрим будет будет ли реакция а так по игре мне понравился варунка неплохой на том конце шнура она поперек взяла просто на сегодня вот такой шнурье клюет давай там отваливайся вот такой шнурок все-таки варуна спровоцировала а место такое вообще я бы сказал не очевидно ну как кто знает кто в теме откидывает такие места но многим будет полезно я думаю вот смотрите простой высокий берег реки да и вот кулачок камыша вот начинается метров 30 он буквально вот растет и вот такие вот места всегда надо вдоль камыша этого бросать потому что от камыша вниз идет по дну кувшинка и вот здесь вот если прогон без всего и есть кулачок камыша обязательно будет хищник друзья вот почти щучка почти отцепилась пока мы держим ну ладно сейчас будем отцеплять все-таки работают воблерки работают что-то я к тому воблеру не могу включить когда подобрать никак на щучки друзья вот пиявочка присутствует значит мало она движется сейчас в воде мало двигается варуна классика еще надо хлебнуть чая наверно а вы попили всем приятного чай пиццы друзья так поставим другого подопытного вот такой вот небольшой может быть соточка этот суспендер вот такой полу затон чик давайте-ка туда вот не пули боблерок олег еще один воблерок твой разловил такое подкило работают в обле ручки олег работают сейчас сойдет проверка биг сода оба есть есть олег вот такой воблерок твой разловил прям на мель кинул на мели стояла друзья хорошая на джиг ну как хорошая полторашка наверно такая за килошка точно ближе к полтора я думаю такая вот дама посетила ну да тут полтора уверенных отлично втащил это какая ловим дальше первое более-менее за сегодня тут вот прогон такой друзья ничего вроде бы интересного но вот я кинул джигом и оказалось что тут посередочке неплохая ямка и вот уже была первая поклёвка на той проводке может быть доберем сейчас ее друзья на джиг такая щучка кило плюс наверно может быть кило сейчас сойдет если в подсак не возьму рубаки ложка с яма взяла с яма взяла ну грамм на 700 может такая красивая змееныш отлично есть друзья еще один шнурсом совсем маленький стоял вдоль бережка тихо 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 кинул вел практически равномеркой атам травка такая под водой вам на камеру это не видно вам там есть и вот он оттуда вылезав завала такие быстрее к братка яма точно рыба есть и рыба должна быть хорошая я так чувствую с маджигом попробуем от места откидать но сначала на тончик вот этим воблером откидаем место суперская друзья но ничто здесь не клюнуло был один тюк какой-то и оторвал я там две резинки потому что вот что наверху вы видите все то же самое под водой короче приходилось ставить облегченные веса протаскивать прям веточки облизывать и все равно две резинки оторвал если бы более тяжелые веса ставил то сразу бы смерть была так хотя бы нет нет через раз проводку получалось сделать рыбу тут точно есть по-любому здесь есть трофейная рыба но никак вот ее не возьмешь так что вот так вот так приплыл на одну локальное но очень интересное место лоблер олега мы уберем в сторону глубина присутствует попробуем поставим ререндж мрный он у меня в том году здесь творил чудеса посмотрим здесь на него реакция рыба в том году я сюда приплыл и камера села я забыл пауэрбанк я буквально с одного места был выход одного места штук десять наверно таких всех и ложки такие перехлёстки и ложки полторашки какие прям а нет не перехлёст это трава сразу у меня здесь было так обменел что есть друзья судара уж спугался бы на килошка на ререндж мрный он она вот это она вжарила она вжарила конечно чушь камер я не включил ты емаешь в прямом эфире все дело было как она втащила друзья просто и ложечка ну что друзья на этой хорошей ноте буду завершать сегодняшнюю рыбалку с того затона больше никто не клюнул и вот это вот щучка на килограмм поставила свою жирную точку в сегодняшней рыбалке под конец отличился 130 ререндж в заглублении мр в общем что по итогу дня джик и воблеры друг друга в течение дня неплохо дополняли тот джик полавливал то воблерки крупного размера к сожалению не было самая крупная щука на полторашку остальные около килошные там одна полом за кило чуть-чуть было и много-много шнурья незачетного разловил два самодельных воблера от олега олег тебе еще раз спасибо огромный привет в общем третий воблер с первой проводки была поклевка и потом в течение дня как-то не получилось у меня его разловить хотя по игре потенциал у воблера определенно есть так что думаю в следующем сезоне еще я его разловлю спасибо за просмотр друзья подписывайтесь на канал вступаете в группу увлеченные спиннингом ватсапе добавляйтесь в друзья вконтакте все ссылки будут внизу в описании ну а я буду заканчивать поплыл к машине всем пока а